Внимание, не читайте чужие комментарии до того, как выполните это задание. Сейчас вы услышите аудиозапись, и я вас прошу написать в комментарии, что вы конкретно слышите. Поехали! А теперь еще раз, но зная, что в этой записи проигрывается или слово Yanny, или слово Laurel. Прослушайте еще раз и напишите внизу, что вы теперь слышите. Итак, привет, ребята, это Настя. 11 мая этого года американская школьница Кейтри Кэтсел готовилась к своему уроку по литературе, и она учила слово Laurel, лаврик, почивать на лаврах. Она набрала его в сервисе vocabulary.com и проиграла, как оно звучит. Каково же было ее удивление, когда слово Laurel, она услышала карточку, что оно звучит как Yanny. Она принесла вот этот сайт, показала своим одноклассникам, и половина учеников также слышали Yanny, другая половина слышала Laurel. С тех пор, как это произошло, это просто взорвало интернет, и даже администрация Трампа сняла ответное видео с тем, кто в администрации слышит это как Yanny, кто это слышит как Laurel или как Трамп. Как тысячи людей могут слышать совершенно разные вещи, проигрывая одну и ту же аудиозапись. Этому есть научное объяснение. Все дело в чистоте. Слова Laurel и Yanny, они на самом деле имеют похожий звуковой паттерн. Но когда западный носитель языка, я говорю западный, потому что, например, какой-то азиатский носитель, он бы имел, произносил слова, звуки с другими частотами, но когда западный носитель произносит слово Laurel, он это делает преимущественно в низких частотах, это то, что у нас ассоциируется с мужским голосом. А когда западный носитель произносит слово Yanny, он это делает в основном с высокими частотами, то, что у нас ассоциируется с женским голосом. Естественно, когда мы слышим эти слова в записи, то частота, в которой мы их слышим, она сильно зависит от того, с чего мы проигрываем эту запись, с нашего телефона, компьютера, планшета, наушников. Очень качественные наушники, например, обычно поддерживают эти низкие частоты, благодаря чему музыка в них так хорошо звучит, в отличие от дешёвых наушников, которые просто обрезают, ну ты у них не слышишь этих низких частот, и вследствие этого, если у вас качественные наушники, вы всегда будете слышать только Laurel. Поэтому сравнивать, как кто слышит вот среди людей в интернете, не имеет много смысла, потому что мы все используем разные динамики, но попробуйте, принесите эту аудиозапись и покажите их своим одноклассникам или коллегам вживую, и это будет действительно удивительно, как одну и ту же запись наш мозг слышит по-разному. Дело в том, что частота, которую мы слышим, она зависит от возраста. С возрастом мы перестаём слышать вот эти высокие частоты, и кстати не только с возрастом, но если вы громко слушаете музыку или ходите на рок-концерты, то вы тоже начинаете раньше терять вот эту способность слышать высокие частоты. Особенно эта разница видна между людьми, которым до 25 лет и людям, которым за 30, как я, у меня 31, я слышу исключительно слово Laurel, но попробуйте на своих младших братьях или сёстрах, если они у вас есть, что слышат они. Значит ли это, что рокерам и тем из нас, кому за 30 просто не дано услышать Йенни? У меня есть для вас два способа, как всё-таки услышать Йенни. Первый трюк связан с тем, что у нас людей разный порог громкости, на котором мы слышим разные частоты. Попробуйте проиграть эту аудиозапись на минимальном звуке. Дело в том, что на минимальном звуке мы попросту не слышим этих нюйских частот, из-за которых мы слышим слово Laurel. И тогда остаются только высокие частоты, то есть Йенни. Для меня это однозначно работает, я еле слышу, но я однозначно слышу Йенни. Второй трюк связан с праймингом. Прайминг – это когда то, как наш мозг воспринимает какой-то стимул, зависит от предшествующего этому стимулу. Стимулу, то есть, например, то, как я услышу Laurel или Йенни, зависит от того, что я слышала до этого. Так вот, газета The New York Times, они опубликовали на своём сайте такой инструмент, который позволяет нам проигрывать вот эту вот запись Йенни Laurel на разных частотах. Когда слайдер находится посередине, мы слышим оригинальную запись вот этого слова, но когда мы сдвигаем слайдер правее, то запись проигрывается на более и более высоких частотах, и мы начинаем слышать Йенни. Что для меня было просто невероятно удивительным, это то, что после того, как я прослушивала вот это проигрывание этой записи на высоких частотах с правой стороны и вернулась к оригинальной записи, я вдруг начала слышать Йенни, и только Йенни. Хотя десять секунд назад это был Laurel, это просто эффект действия прайминга вживую на себе, когда твой мозг фокусируется на том, на что ты его запраймил. Я слышала Йенни, я ожидаю услышать Йенни, мой мозг фокусируется на более высоких частотах, и он слышит Йенни. Вот такая прикольная иллюзия, ребят. А знаете, какой самый хороший урок от этих иллюзий? Что даже когда всё кажется очевидным и неоспоримым, всегда есть возможность ошибки, всегда есть возможность более глубокого понимания, скрытого смысла, и интеллектуальное высокомерие рано или поздно, оно всегда обернётся против тебя. Поэтому я вам желаю всегда оставаться открытыми к новому, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok